Девушки отдыхают 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 показать что произойдет было немало вариантов также были там с креслом всякие взаимодействия что ливер сидит на кресле потому что отчасти это его такая фишка он много времени проводит в кресле но вы даже дома был пост о том как у ливер сидит на кресле на это не первый вариант обложка который я придумал да были варианты обложки и другие которые были в целом на все три выпуска как бы на первый эпизод но об этом позже может не получится сделать и вот я уже начал потихоньку рисовать оливера я сосканировал то что рисовал на бумаге потому что мне как-то на бумаге сподручнее было рисовать в позы и формы и как-то это быстрее мне выходит я набросал небольшие наброски чтобы понять какой будет композиция расположение объектов но в дальнейшем все равно подправлял и вот тут я уже начал рисовать повера как раз ориентировался по вот нарисованы его версии потому что мне казалось вот эмоции рука вот чем-то таким более подходящим обладает мистической форме я пробовал срисовать да но смотри все равно обложки же не делаются так с понтовой клуб любая иллюстрация не считается же обложкой все-таки там заказывают даже специальных художников для обложек что делает обложку обложкой вообще если так подумать и посмотреть на нее ну как я уже говорил в наших трансляциях что все-таки обложка делают цепляющие многие элементы но основная из них это конечно же композиция она должна быть простая но эффектная и обычно простую композицию можно сложить из нескольких элементов квадратов треугольников прямоугольников то есть это такие зрительные зрительные элементы на осях или внутри которых расположены наши персонажи или какие-то объекты они направляют на взгляд да ну тут допустим можно было бы обозначить то что наша обложка разделена на два сюжета это то что происходит с оливером то что он не замечает зомби и нижнюю часть это то что софи и байкер отбиваются толпы зомби отчасти это и то что происходит в комиксе передает и создает композицию допустим если провести вот здесь вот вот так вот крестик на поперек они как бы и создают невидимый такой вот крест эти персонажи направляются в разные стороны и центр внимания оказывается поделим между этими двумя сюжетами да ну таки два треугольника получается сверху и снизу и даже если провести вот прямые линии поделить на 3 вертикально этот постер то мы увидим что в центре внимание оказывается оливер и наши персонажи я по бокам оказываются зомби это тоже как бы помогает один из вас принять информацию и если смотреть на последний вариант обложки который в итоге вышел если смотреть опять же прочертить такие оси то получается что равно удаленные элементы вот допустим если здесь провести черту где-то и на уровне глаз оливера пройдет черта и она обращает опять же наше внимание на нужные элементы кстати ты не сказал что ты также вначале предусматриваешь надпись и будет располагаться да мы к этому сейчас вернемся здесь вот как раз должно быть предусмотрено что-то под надпись по-моему под ногами вот это под надпись это для выпуска планировал есть даже подпись женские зомби возможно я еще думал по ходу какие будут зомби потому что для как видите здесь они другие пока многие другие да и сделал себе какие-то пометки по объему как будто бы они кружены кстати если помнишь один из вопросов наших подписчиков был том как сделать обложку динамичная вообще опять же помогают какие-то наклоны персонажей и движение действия создать экшен в кадре всяких спецэффектов следующих штучек тоже помогает добавляет кое-какие детали оживляет ну и вот конечно же персонажей всяких полах напряженных динамичных что они что-то делают пытаются что-то достать гража дни просто стоят оливер в нашем случае наоборот более пассивный по отношению к тем же зомби которые активные в этом есть противовес кстати вот сейчас вы видите как меняется зомби некоторые элементы помимо зомби рука оливера и это мне кажется дает понять о том что обложка и вообще весь комикс появляется не сразу в таком идеальном виде как мы его видим в готовом варианте когда читатель а нам кажется таким простым и когда ты только начинаешь рисовать писать что-то вообще заниматься любым творчеством ты думаешь что это получается с первого раза даже там снимать фильмы все что остается за кулисами для тебя кажется таким обычным и какой-то данностью а по сути все начинается с таких грубых черновиков которые с этап за этапом подправляются корректируется уже доводится до большего совершенства потому что мне кажется вначале ты не принимаешь а у меня не получилось говоришь у меня и получилось на самом деле ты просто не перешел к следующему этапу следующему этапу следующему уже со временем когда у тебя появляется опыт ты понимаешь что вначале можно не тратить время на какие-то проработку деталей а наоборот лучше пропустить несколько стадий черновых надо сделать их черновыми сделать их грубыми сделать их вот такими вот непонятными витиеватыми или вернее понятными только тебе как художнику ну да потому что в принципе даже на бумаге наброски и остаются идеями и ты либо оставляешь эту идею либо переходишь к другой либо возвращаешься к ней вот я тут менял в любом случае прорабатываешь дальше дальше да вид зомби менял вот у меня уже был в принципе такой но мне что-то не понравился и решил может взять одного из зомби который был в комиксе попробовал но мне также не понравился и опять же я выбрал эту зомби женщину потому что она была в комиксе и мне нравится как она выглядит как персонаж и вот даже добавил собачку летящую потому что вначале она не предусматривала одним из людей которых поддерживали нас всегда да она не предусматривалась но так как справа плач был толстяк то я добавил собаку чтобы уравновесить композицию и они смотрелись равномерно и не было каких-то перекосов но и руки тоже мне не получалось вот нарисовать нормальная руку саша говорит процесс у него ходит я фотографировал свои руки или смотрел в зеркало потом перерисовал чё-то она была нарисована но вот потому что мне не получалось на веса я перерисовывал свои руки и вот он получался так как более правильный на их нарисовать ничего страшного если срисовывать себя это своего рода исходник и исходники тоже не страшно использовать потому что в любом случае ты не знаешь всего ну и любом творчестве в рисовании в писательстве съемку ты можешь все не знали за пробовать что-то новое для себя каждый раз и поэтому в любом случае надо учиться надо смотреть и в результатах этого поиска ты будешь находить что-то новое и и значит прогрессировать и становится лучше вот я со временем увеличивал оливера так как он становился основой композиции такой основой треугольника огромного так как на него обращалось внимание а зомби уже отошли на второй план и они своего рода тоже составляли такой кружок если говорить о формах которые как разделение на две части ну да как фокус фотоаппарате если сравнивать то же обращать внимание то что происходит здесь и снизу коврока рук патчика в реформы тут я решил все таки поэкспериментировать да и посмотреть что можно добавить и добавил таким более что ли современные куртки и стрижки и он тебя такие на в цвете кстати интересный еще элемент что когда рисуешь страницу либо рисуешь рисунок и иллюстрации когда ты ее сделал в черновом варианте потом обвел не факт что все будет выглядеть именно так когда все будет в цвете и нужно будет по-другому расставлять акценты опять же правильно направлять движение взгляда потому что если сейчас как игорь сказал мы всех выделили определенными формами допустим круг сверху треугольник то когда дело дойдет до цвета нужно будет еще отделить персонажей друг от друга чтобы они не выглядели плоским что-то вроде воздушной перспективы но это не не слить и ровность до концентрировать внимание и опять же хотел сказать о том что вот здесь мы видим был парень зомби потом я подумал может все таки добавить еще одну девушку зомби но вернулся все-таки к парню потому что подумал что он будет создавать больше угрозы для нашей софи будучи парнем чем девушкой еще конечно я люблю продеталивать потрудиться над контуром проработать его что все было чистенько но всегда забываю о том что когда ты раскрасишь все-таки внимание обращается на весь рисунок целиком они то насколько красивый контур но это тоже приходит с опытом потому что вот как-то так кстати вот эти персонажи 2 сзади силуэтные такие они же были сделаны для того чтобы за первых создать большее количество угрозы а во вторых не захламлять и не зашумлять скажем так рисунок потому что если бы опять они были прорисованы в деталях персонажа во первых этого на это ушло бы лишнее время а во вторых они бы отвлекали на себя внимание так они такие схематичные взгляд типа в расфокусе да они в расфокусе этой с одной стороны и стилизация а с другой стороны это возможность не усложнять картинку и не отвлекать на себя внимание когда оно должно быть на главных персонаж ну тут я старался понять откуда идет цвет как его лучше подать чтобы понять как будет более выигрышно это один из вариантов хотя мне помогут и госпира вариант получилось я больше игрался именно с цветом все обложки но это чуть позже будет вернись назад и скажи что ты тут понимаешь свете смысле вот эти белые пятна говорят тебе что свет хороший как ты это климат я просто расставил свет с точки зрения что у нас свет будет как обычно сверху день светло и снизу будет более темное так как нужно было отградить зомби вот эту часть и акцентировать внимание на название которое пока не обведено это была новая версия названия и она еще не в блок готова и я думал о том откуда будет свет он будет более направлены идти сверху вниз и даже немножко позади оливера потому что он откуда-то со стороны зомби идет проходит сквозь одного зомби проходит сюда падает на них проходит вот сюда тоже как ты понял что он правильно что он тебе нравится я стирал в тех местах и смотрел насколько происходит правильное выделение объектов вот здесь если видишь выделяется софи благодаря свету и наш байкер здесь выделяется оливеры среди вот этих зомби они его как бы тоже есть и как бы среда уже пытался акцентировать внимание на персонажа персонаж это то что нам нужно и тут уже перешли к раскраске потому что контур был готов я понял что следует делать дальше со светом и набросал основные цвета сначала у тебя все зомби зеленые ну а персонажа расскажешь сначала у всех вообще сплошной цвет и я потом берут цвета которые у меня допустим есть уже в комиксе важно на любой сплошной потом берут цвета которые есть в комиксе байкер уже был софи была оливер был ну и некоторые зомби были я уже на глаз и брал не прям пипеткой просто на глаз как опять же в сочетании с основными главными персонажами и тут они набросаны так кривенько в дальнейшем вот уже почищенный вариант чем ты вообще делал плоский свет но я решил свою фотошопе и там есть удобная функция ограничение пикселей кажется так нам называется когда ты полностью можешь залить санди слои на панели со слоями на на панели слоями залить персонажей потом нажать эту функцию она выглядит как квадратик с шахматной доской что-то вроде этого она обозначает пикселей блокировку и я могу кисточкой рисовать цвета не выходя за краем вот этого зеленого цвета и вот поэтому я набросал сначала эти цвета уже потом постепенно стал подбирать цвета для каждого из зомби чтобы они не особо перебивали ну и соответствовали тем цветам которые у них комиксе и потому что вот этот персонаж был в комиксе она была в комиксе собака был вот этот был этот был а этот был вот этих не было уже еще более почищены цвета более ровные то есть опять здесь идет этап за этапом когда чертами по ощущаться в более чистовой вес да и я решил попробовать набросать фоновый цвет чтобы понять каким будет фон потому что этому моменту я еще не определился да здесь на самом деле только парочка из тех что были тут что-то вроде граффити тоже у нас была такая задумка изначально что комикс все-таки имеет такую urban стилистику городское что-нибудь уличная стилистику связанную с граффити на что за динамичное чтобы было вызывающе и интересно и вот тут уже пошел свет соответствии с тем что и до раньше размечал его как-то накладываешь или заново рис я использую разные способы но по-моему я выделял контур и высветлял уже те цвета которые были при помощи тренировки да да при помощи коррекции control и выделяю опять же так что мне нравится акцентировать внимание без цветов еще фоновых такая как наклейка надо кстати сделать вот тут уже тоже попытки как-то сделать фон здесь камни летят во все стороны они стоят это уже зачатки того как я видел и за как нужно было изобразить я понял что он понадобится оранжевый фон меня немножко еще смущало что оливера такие полурыжие волосы но оранжевый цвет все-таки было скорее в том чем сливался с его волосами и опять же тут шло акцентирование внимание на оливере разделения на две части вот еще один из вариантов которая идет вот как и говорил вертикальными линиями но тут он идет вроде молнии как раз это послужило зачатком к тому что получилось дальше вот еще один из вариантов он мне тоже нравился потому что он такой вроде чистый из-за белого но он не совсем акцентировал внимание он скорее ты не так передавал историю как будто бы потому что рыжий в нашем случае передает местность где живет оливер нога это каньон и городок каньон который поблизости находится на титул акт который окружает они в принципе в каньоне живут который окружает их город они служат защитным механизмом в некотором роде для людей которые живут в этом городе я остановился на этом варианте и тут тоже добавил свет что он был более такой яркий направленный как будто это жаркий день потому что и в принципе за ними такой яркий свет начали опять же постепенно появляться какие-то дополнительные идеи как вот вот эти вот зачаточки вам предложил сделать добавить такие элементы игровые то что мелодии на земле до пульте здесь треугольнички как от playstation крестики вот они уже более почистились как бы сзади у нас такой вырисовывается каньон своеобразно они как бы все находятся как будто бы в каньоне при этом мы решили сделать что-то такое нестандартное наполнить этот же каньон поверх именно элементами как будто бы они исходят во-первых от зомби а во вторых они являются атрибутами присущими оливеру и пульт и джойстик то что он любит и при этом он кушает папку опять же попытка в комиксе в обложке передать то что находится в самом комиксе ну и это такое тоже что-то вроде урбан современного стиля когда такие иконочки или значки являются атрибутами графики опять же если говорить об акцентах то фон в отличие от тех же зомби персонажей рисовался без контура специально чтобы не перебивать и не переманивать на себя лишнее внимание он просто такой как бы фоновый и тут он рисовался чуть более такой как иллюстрация чем в комиксном стиле на себе лишь на кто не знал cg это компьютерная графика вроде как картинок которые детальные вроде 3d шных да как будто 3 и вот первое появление полноценная надпись и счастливого конца света очень нужен вот именно так уровне на турбан стиле и я уже по чуть-чуть подправлял когда увидел весь рисунок всю иллюстрацию в полной мере уже добавлял от раздельница очистки более для отправки чуть подправляла многие хоть и рисовал их целиком но когда они стояли в полный рост их ноги уходили под обложку это не очень клево смотрелось смотрел слишком плоско поэтому я прибег к такому трюку как стирание их ног в принципе это вообще не бросается в глаза но допустимо потому что все равно как как у гените и выше здесь и схематичность и конкретика и она не мешает читабельности надписи и последний шаг это коррекция всего этого и кстати вот я добавил кусочек еще попкорна потому что заменил что он ничем вам не кончается как бы не очень бросается это в глаза но когда есть уже знаешь да уж и когда опять же красный еще противоположность синему и они такие на контрасте красная ведерко и синяя софи да и тут и опять же в окану телу я подозреваю не делал контур чтобы он не перевивал наших персонажей он также нарисован просто цветами и если заметите те зомби которые были схематически наброшены черным цветом сейчас они зеленые то есть передают цвет самих зомби мы понимаем что это зомби где-то сзади какая-то угроза да но при этом они также без контура и не мешают нашему взгляду обращать внимание на обведенных персонажей в принципе это все в итоге коррекция это последний этап когда картинка делается сочнее подтягиваются какие-то цвета которые не совсем такие в общем это тот этап когда саша может приложить руку и немножко поиграться с цветами ну что он смотрит на это с точки зрения как о вот это то что можно исправить я же смотрю на это как почти готовый вариант поэтому мне исправлять не очень не охота но все-таки надо я знаю одно из преимуществ почему лучше работать в команде хотя бы из двух человек ну и если этот второй человек невоображаемый важный и потому что тогда я вижу картинку которую игорь вложил много часов и стараний и прорабатывал все ему все как родное я просто уже не вижу здесь ради да он не видит в чем разница и во-первых ему понадобилось либо время на неделю отложить и снова вернуться и все подбираться ну к примеру так говорит но все равно надо отдохнуть на что-то отвлечься либо я уже сяду и чуть-чуть попробую и гостях нет это не так не так потом мы найдем золотую середину и получится готовый вот такой вариант обложки тоже когда идет подбор цветов некотором роде экспериментируешь потому что допустим такие белые волосы это как бы немножко зомби стильный получился но я подумал что это те же люди я подбирал сюда и знаешь когда ты превратишься в зомби нет он скорее не седу и скорее покрашенным поэтому я думал что лучше будет эффектно смотреться чем будет правдоподобно потому что в некоторых случаях да и в комиксе приходится прибегать таким улучшением в сторону не правдоподобности а прикольности лучше выбирать сторону того как что прикольнее смотрится потому что когда ты выбираешь в сторону того что правдоподобно ты немножко можешь потерять какого-то своеобразие стилистически до стилистики какого-то шика может какой-то необычности потому что нужно удивлять как и в самом комиксе так и на обложке конечно удивляет когда ты видишь крутую обложку внутри какая-то ерунда в нашем случае все круто и снаружи соответствовал тому что внутри и естественно сейчас есть такая тенденция когда все пытаются а удивить удивить и за этим ничего не скрывать тут же мы стараемся сделать так чтобы это было и красиво и соответственно имело какой-то смысл дополнительную информацию несло интересную историю рассказывал что любой читающий кто бы это ни был не почувствовал что это пустая трата времени и что покупка не оправдывает себя что чтобы это было скачано куплено или лежала на полке и появилась и вам хотелось кому-то отдать этот комикс нам хотелось сделать так чтобы наш комикс был тем комиксом который бы мы сами купили который был нас лежал и мы постоянно по давай посмотрим давай посмотрим и это был наш такой внутренний посыл который мы пытались сделать и донести в этом первом выпуске вот собственно так я делаю обложку а игорь просто комитет как же вы еще делаем ложки я надеюсь мы ответили на все ваши вопросы если нет и если возникли новые вдруг но обязательно оставлять их в комментариях мы постараемся ответить или там же или в новых видео но собственно такой получился финальный вариант который у нас прямо в комиксе увидят все кто покупать наш комикс поддерживают нас помогают нам работать над продолжением спасибо вам всем огромным не пропусти следующие концы света подписывайся на нас там где удобно тебе все полезные ссылки мы оставили под этим видео и и и и и и и и